В зеркале Симурга. В Музее истории Махачкалы открылась выставка, посвященная жизни и творчеству художника, скульптора-философа Сабира Гейбатова. Именно он впервые показал дагестанцам новое направление в искусстве – перформанс. Теперь в память о нем перформанс устраивает Наталья Мали. Об искусстве движения тела и ожившем музейном пространстве расскажет Любава Маслова. Весь свет в зале направлен только на нее. Наталья Мали представляет зрителям новый перформанс. Мера, в которой слились воедино многие аспекты жизни дагестанской женщины в современном обществе. Наталья двигается плавно и грациозно, но вдруг ее движения становятся резкими и рваными. Такой он – темперамент дагестанок. Я попыталась сделать так, чтобы женщина определяла свое пространство на Кавказе, и это пространство принадлежало ей. Традиционный для женщин из страны гор процесс придения шерсти становится великим таинством. Это уже необычная прялка. Поднятая над головой художница, она становится короной и небесным началом янь, опущенная земным женским началом инь. Как шерстяные изделия во все времена спасали горцев от холода, так и женское тепло и любовь спасает от душевных терзаний. У нас всегда была связана традиция работать шерстью, прясть, ткать, изготавливать костюмы, танцевальные или костюмы, которые превращались в обереги. То есть шерсть – это нечто такое, что нас защищает, этот наш талисман. Наталья протянула незримую шерстяную нить, крепко связав себя ею с Сабиром Гейбатовым. Именно он в 1996-м устроил первый дагестанский перформанс. Птица царей Симург в его интерпретации носила не перья, а шерсть. Это отсылка к знаменитому перформеру Йозефу Бойсу. По легенде, однажды его спасли шаманы, обернув шерстяное одеяло для сохранения тепла. Всегда трудно быть первым. И Сабир как ледокол. Вот он сделал перформанс, и потом уже в первой галерее появился перформанс Мурада Халилова, делал перформанс Тимур Мусаев-Каган и остальные художники. Вот эти люди, им особенно сложно, это определенная смелость, это определенный такой талант – опередить время и быть первым. Музей будто ожил. Множество зеркал бликами подчеркивают яркие акценты и разделяют пространство на отдельные главы жизни Сабира Гибатова. Он сын, друг, художник, скульптор, перформер. Это человек, который создал в 2012 году виртуальный театр в социальных сетях. И если сейчас параллели проводить, виртуальный театр после него, первое упоминание в гугле, встречается прошлым годом, годом пандемии. В рамках проекта, посвященного Сабиру Гибатова, планируется провести больше десятка мероприятий. Это лекции, экскурсии, перформансы, воркшопы. На время музей истории Махачкалы превратился в большое арт-пространство, где творить искусство может каждый. Льва Маслова, Свет Кутиев, Камила Раджабова и Суп Газиамаров. Время новостей.